значит нашел это фото нашел я его в яндексе и он туда разместил процент к павел прекрасный результат николай пожалуйста пришлите все фотографии какие то еще со свежего раза мы должны покорять россии вот этими примерами они такими примерами абрикос три раза в год надо обрезать вот эта фотография начисто учебная мне ее прислали сказали это вы скажете если здесь посажу сад ну чё скажу скажу как бы я бы сделал я бы сад посадил на обеих холмах право-лево чем они отличаются уже отсюда я вижу что что один зеленее другой суши значит солнце где-то большую часть дня справа она скользит по этому холму допустим 15 градусов а а этот холм допустим 20 градусов и того 35 это круто этом это считаете так если допустим он живет москве тогда вот этот вот если здесь садить то он как бы переносится километром на 300 на север москвы вот что там на северной москвы я уже забыл о память все остарею ярославская по моему но я все говорю приполярная круга но север а вот этот наоборот сюда бьет солнце раньше просыпается раньше зацветает раньше бах и морозом убивает вот значит что получается если вы живете на севере вот этот больше годится левый склон если на юге то не беда что он это меньше обогреваемый на юге лишний обогрев тоже такой загубительный как и морозы и и наконец как я человеку ответил на забирайте вещи в левый правый значит дальше можно рассуждать там где похолоднее летние сорта яблок здесь зимние сорта яблок но в общем поняли принцип вот интересно что директор если человек посадил как я учил допустим абрикосы тут и тут один год здесь пронесет заморозок а здесь убьет цветы а другой вот наоборот как у нас бывало ждешь-ждешь уже расслабиться посадили помидоры уже все зацветло уже все весна бах мороз и это может быть где угодно хоть к крыму хоть это при полярном округе все равно будет куда денешься зима или весна меняют друг друга такими скачками вот примерно я рассказал еще раз зеленый склон значит солнечная сторона правая этот где уже трава высохнуть успела не только вырасти но и высохнуть здесь меньше влаги да правильно вот ну а дальше еще если добавить здесь типа ручья может не быть ручья но именно вот здесь середчики вот в этом лорбинке обязательно вода будет ближе там вы сделаете колодец достанете воду вот там вы сделаете запруду можете такую хитрую запруду сделать вот чтобы это самое если даже маленький-маленький ручеечек можно целое озеро размести дальше значит посадить именно здесь кустарника культуры которые воду любят ну и так далее так далее вот так а сейчас я просто на наткнулся на эту фотографию что-то мой добро пропадает одному человеку рассказал это мало здесь хотя бы человек пятьсот шестьсот за месяц увидит примерно такого же типа вот это склон это когда-то мы прикупили участок который справа да вот и посадили в абрикосы и получилось так что у хорошего фотографии чтобы понятно было что все таки вот скажем вот этот кусочек он южнее как бы южнее на 200 на 30 километров здесь у нас начинается раньше поэтому здесь абрикосы и растут вот это юрий владимирович железо брат мой это было так я не смог вам помочь в каком плане у меня умирает последнее дерево я его изувечиваете это что это с моего того единственного дерева что значит кушать хочется я рассылал три адреса двух двоих получилось это же летние все-таки укоренение у двоих неудача нет ни корни не пустила а у третьего не знаю а вот его фотографии хотелось бы узнать может кто-то все-таки из этих троих по уточнить что получилось что не полгода потом все-таки укоренилось а моим брату захотелось иметь шелковицу она посылки портится очень быстро портится вот ну и обратился я с просьбой к алексей к алексею он на специалист по зимнему укоренению я перед ним шляпу снимаю вот но как он мне написал не рассылаю не продаю так только немножко и друзьям возможно он благополучно своей основной области может ему не надо но если бы поставить бы ну как сказать любой человек мог бы выращивать там 100 200 даже алексейка 500 может ему не надо но теперь представим себе тысячу саженцев укорененных они укореняются чуть труднее чем та же самая ну где взять эти веточки в общем дело 1000 штук вырастил по 1000 рублей продал это даже недорого шелковица особенно так типа маясь и назовем ее северный пусть плоды не самое крупное но уже то что есть это чудо в отношении на второй третий год если укоренить вот моим брат захотелось деветочки взять вот вопрос да еще свежие а сейчас настолько все задичало я имею ввиду с удовольствием задичало так что но никого в Костромской области он не найдет ни одной шелковицы я сюда приехал сразу стал искать мне дали адрес сказали черемашках есть одна единственная шелковица да мы все друг от друга знали поехал черемашки не нашел а потом уже чудо бог помог но это другой вопрос еще раз укоренение шелковица зелеными листьями самый эффективный способ но свежими я показывал похожую фотографию но это другая еще раз груши еще раз форма листьев отношение их эти самые горизонтов все для того чтобы сохранить целости корневую шейку видите это основа основ помните эту дурь кстати почему еще и против все остальных надо дать груши расти так как она считает и вот я я уже раз показал зачем повторять а я делал то что нашел ту которая искал но не нашел и друг наткнулся обратите внимание как устроила породы почему мы не должны вмешиваться мне прислать эту фотографию от константин что это я чешу затылки с тех пор и до сих пор листья похоже вот сегодня мы ходили по моему саду вместе с садом савинич на уже фотографии не сдал вот и там на одной из абрикосов она еще еще не подносил он с косточкой а листья с ним сливовая на то что абрикос головы сечения дают абрикосовая косточка с абрикосового дерева а на листья чистая я умирает любопытство ну сразу мне уже другие его эти сеансы на 4 5 1 и 4 год остальные на 5 вот заплодоносили а этот я умудрился пересадить черт меня дергал пересадил а вместо же братья заплодоносили тысячи парни полгода седьмой год пошел обидно страшно и мне еще целый год помирать нельзя представляете друзья вот то есть как я могу когда стою возле дерева на нем сливовая листья а я знаю что это абрикос конечно плоды чем подскажет интересно жить все не дождетесь не дождетесь еще год точно проживу а почему я так эмоционально говорю а не константин и шо это такое а я откуда знаю но когда я так его текаем и ответил как у сейчас примерно вам я подумал тогда только обратил внимание а у него листья то неправильная они дают воду куда смотрите как как капуста капуста дает сюда это собирает воду и все ее к корням он уже не боится что сгниет корневая шейка так уже не боится наоборот значит там сердцевой корень уходит глубоко вниз дерево собирает влагу заботливо как это сказать другой экономно видите куда эти чем хорошо вот эти фотографии студентам предлагать по беседы что ты такой если студент не догадается что формулируй специально выгода эти чуть низкой не обозвал их так называемые специалисты делают помните этих тимирязевых что надо обрезать тучи меток нет а если бы они на второй год появятся то и они сказали все здесь сейчас на момент ошмигивания а если уже был бы скелет им сказали отрезать 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 и только мы с вами знаем что это специальная форма листьев что это я не знаю что это такое вот лист лист ли на то похожи на то но ясно не абрикос потому что он никогда так не позволит себе гнать штамп ясно не груша ну по таким этим исключением что-то можно и только это не угадаешь сто процентов вот это опять это для учебником это да учебников. Это для того, чтобы эту самую идиотскую... Как бы я собрался на этих... Но вам, может быть, неинтересно будет. Какое желание поизгаляться уже над современными учебниками биологии? Это какую дурь, ненужную детям запомнить тысячи названий? Так как бы их назвать? Такие, они какие-то... Вычурное слово, вычурное название. Иностранные, понятно, латинские. Выучить. И зачем главное? Лист состоит это... Это состоит это... Зачем? Посмотрел на лист, посмотрел на форму листа. Когда туда вернутся нормальные люди? Что со школы сделали? Тимошка, второй класс, он и ненавидит школу, он не скрывает этого. Бабушка чуть не плачет. Она учительница начальных классов. Ничего не может за это убедить его. Вот это я в Абакане позапрошлый год от скуки фотографировал. Видите? Хочешь переделать природу? Крен тебе. Все равно вернет свою форму. Видите? Как не сгорелись над деревом. И вот то, что нам придумали, это самые страшные две вещи. Это постоянно поддерживать искусственную форму. Если бы вы знали, я беру опять. Почему я вынужден? Ну, это еще молодое дерево. Вот тут отрезал, подошел человек, понадел ран, да? Оно потом, когда упадет на голову, ураганный ветер, вырастет лет через 10-20. Оно станет опасно. Ну, табличка надо висеть. Не подходить смертельно. Вот дерево, вот на дальнем плане. Видите? Вот то самое левое, вот самое правое. На них таблички должны висеть. Не подходить смертельно. И вот они делают эти смертельные ловушки. А деревья пытаются вернуть форму. Вот это одна из глупостей дичайших. Потому что это касается не только садоводства, а всего-всего на свете. И вторая – это держите под черным паром. Но мы еще к этому подойдем. Я тут плевал, брызгал свиной. Ненавижу это. Идиотские советы. Еще один. Знаете, вот эта фотография, она не моя. Мне ее прислали. Кто-то задал вопрос. Можно когда пленку снимать или там ленточку. Не помню. А она лежит и никому не мешает. А время от времени я листаю. Вот. Какая была тема? Может, то, что вот здесь обрезка страшная была сделана. Не знаю. Вот. Но я сейчас обратил внимание на почти забытое почти забытое изображение гашеной извести. То, что вы видите, это гашеная известь. Ну, 99% что-то гашеная известь. Она долго не держится. Она не может прилипать. Знаете, что почему? Дерево растет. У нее кора расширяется. И вот это все. Как бы дерево растет. Вот так надувается. Естественно, что она отваливается. Поняли, да? Отваливается. Она и должна отваливаться. Вот. И вот что интересно, да? Теперь возьмем следующее. Это вот этот вот текст уже относится к более нижней. Я просто не мог пройти. Я вам объясняю, до чего дошла вот эта вот самая любовь к лайкам и к деньгам. А еще просьба. Палец вверх. Ставьте нравится. Палец вверх. Вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь на канал. Давайте посмотрим, чему он нас научил. Он должен быть, по идее, ну, хотя бы, как теми резвики. Пусть они в 10 случаев из 10 не правы. Так. Но, по крайней мере, у них какая-то бумажка есть, и прикрыться можно. Эта бумажка там, как он, диплом называется, по-моему, да? Вот. А здесь человек, которому канал любой может, никто с ним не спрашивает, где твои документы, чего ты взялся учить. Пишет. Поэтому желательно начинать формировать дерево самой посадки. Ну, грамотно, да. Я тоже. Лучше первый год. И вот он берет, посмотрите. Мне вот это поразило, да? Он создает канал. Он взял фотографию. Это не его. Смотрите. Фото. Не мое. Вы какой-то честный. Когда формировал, не думал, что буду вести блок. То есть, фото не его. Поняли, да? И вот получается, что? Вот это уже краска. Помните, я вам предыдущий раз показывал, там баночки, на них написано краска, краска, краска. И вот это он, ну, все это, зачем-то кирпичи, может, тепло притягивает, не знаю, есть такая дурь. Вот. Здесь черный пар, понятно. Не травинки. Чем он кормить его будет, я вот не понимаю, это. Ведь я за свой сад-то не кормлю. Зачем его кормить-то, там слой за слоем, жирная трава. Жирная, потому что я никогда не убирал. И плюсы листья павшие. Вот он это написал, он не думал, он фото не мое. Для чего спрашивать? Я взял, противопоставил. Произошла страшная ошибка. Когда-то, Гоша наизусть, она очень мало, кстати, вот видите, уже лопнула кора, да, вот она, вот, не помогла. Вот. Когда-то торгаши, не мы, не садоводы, а наука молчит, молчит ей плевать на все. И в результате победила вот эта дурь. Это дерево обречено на смерть. Никогда оно расти не будет. Никогда.